Всем привет! Добро пожаловать на наш сегодняшний эфир, который посвящен теме тому, что наш третий храм совсем скоро будет отстроен. И это уже чувствуется, это уже в воздухе. Почему? Потому что это проявляется в таких маленьких деталях. Итак, а почему вообще, в принципе, наш второй храм был разрушен? Он был разрушен из-за беспричинной ненависти. Наш первый храм был разрушен из-за разврата, из-за идолопоклонства и кровопролития. И наш второй храм, он был разрушен из-за беспричинной ненависти. И я сегодня убедилась о том, что мы все-таки исправляем это наше качество, беспричинная ненависть, беспричинной любовью. И таки это значит, что скоро наш храм, дай бог, будет отстроен. И теперь, почему я это почувствовала? Всем шалом! Почему я это почувствовала, да? Как я это почувствовала? Мы сегодня с малышом были на детской площадке. И там, знаете, была такая еврейская, чисто еврейская семья. Много детей, там две сестры, бабушка с ними, дедушка. И они, значит, ой, а может вы хотите яблочко? Ой, а вы можете рассказать, кто вы, а что вы? Начали со мной разговаривать, начали со мной знакомиться. А я уже с животом таким, да? И мне нужно бегать за малышом. И они мне, ты сиди, сиди, мы за ним побегаем. Ой, какая ты хорошенькая. Ой, какая ты, да? И я вот шла потом с площадки, и я думаю, вау, вот это вот, вот это проявление настоящей беспричинной любви. Я им никто. Они мне никто, да, по сути. Мы не ожидаем ничего друг от друга. Но при этом они проявляют настолько вот это уважение, настолько вот эту вот любовь, что я задумалась, вот это та вещь, из-за которой наш храм должен быть отстроен. Вау, это уже в воздухе, это уже чувствуется, да? И насколько из-за вот этих вот маленьких проявлений любви мы можем сделать великую вещь, отстроить наш храм. Правда, да? И вот эта вот мысль мне не давала покоя, я хотела с ней с вами поделиться. И еще сказано, что мы с вами, грубо говоря, отстраиваем, занимаемся строительством храма, как посредством изучения законов о строительстве храма. Ведь сказано, что Всевышний, Он говорит, и пусть построят мне жилища в этом мире, и я буду обитать среди них. Так как у нас с вами есть возможность вообще строить храм для Всевышнего? Что нам? Брать камни, брать бетон, начинать все это делать. Как мы можем это все делать, если Всевышний нам прямо говорит, что мы должны заниматься строительством храма? Наши мудрецы это все объяснили, конечно же. Они сказали, что даже если у человека нет возможности физически отстраивать этот храм, у него есть возможность, как силой молитвы, силой изучения законов о строительстве храма, как бы отстраивать его, да, как бы проявлять уважение в то, что мы помним, да, мы скучаем, вникать в эти все детали. Вот. И более того, что еще хочется сказать, то, что это наверняка всем известно, что в каждом доме еврейском, да, в каждом доме присутствует божественная шхина, да, то есть есть божественное присутствие, если этот мирный дом, да, если здесь есть взаимопонимание, любовь, да, если здесь чтят заповеди, вот. Вот. И тоже говорят, что Всевышний, когда он говорит, что пусть построят мне храм, и я буду обитать среди них, он здесь тоже имеет в виду, каждый храм у нас дома, да, что когда у нас с вами будет понимание того, что у нас в доме здесь, да, есть Всевышний, понятно, что он есть везде, он нас окружает, это, ну, это все, это я, это вы, это все, да, это абсолют в этом мире. И когда человек просто понимает, что, так, у меня в доме, как я могу кричать, если у меня здесь находится владыка всего мира, да, как я могу позволить себе сейчас кричать, или как я могу позволить себе сейчас там так себя повести, да, вот. И, конечно же, заниматься строительством храма в плане именно своего дома, да, как я могу строить, в кавычках, этот храм, это наполнять дом святыми книгами, да, изучать законы, изучать Тору, уделять время для служения Всевышнему, да, исполнять заповеди в этом доме, делать дом уютным, делать дом святым, местом таким, да, где мы не допускаем ецерара, да, мы не допускаем зло и так далее. Вот. И это то, чем я хотела сегодня поделиться тем, что, да, действительно чувствуется уже любовь беспричинная еврейского народа, и это значит, что совсем скоро наш храм будет отстроен, и дай бог это будет совсем-совсем скоро, в ближайшее время, и скажем омэн. И я всем желаю хорошей недели, и дай бог мы уже скоро все встретимся в нашем отстроенном храме в Иерусалиме. Всем пока!